Девушки отдыхают 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 Её Ирина зовут Ирина, а дальше отчество, окружающий подсказывает отчество. Юра не ленится написать столько, но этой информации недостаточно. Ну и что, число я и сам напишу. Это вот мой портрет. Юра, у клеточки это потому, что мозаика, что ли, на стену, да? Кстати, редко такой прорисованный фон. Нет, так нет, узнал, что я монументалист. Вот портрет на фоне мозаики. Хлестница. О, у нас. Тогда ещё. Её как-то закрутилось, завертелось, да, Юра? Да. Да. Думаю, это такие проводники, потому что у Юры очень много поклонников. Да-да-да, мы обе ездим, мы сейчас всё расскажем, покажем. Вот. На городу Парижу, да? Да, в Париже. Да-да-да. Там, на самом деле, из тех художников, которые мы привезли, Юр, ты, на самом деле, призвёл прямо в фурор. Может, сначала пришла одна галерея, да, ну, то есть, одна девушка вот заинтересовалась, посмотрела такая, пришла такая, говорит, это непостижимо, разложила все твои работы вот так вот на полу и начала составлять композицию, то есть, выбирая одну, вторую, третью, то есть, ну, чтобы у неё было вот то количество работ, которое… То есть, сначала просто один человек подошёл, заинтересовался, потом, видимо, пошла такая весть по стендам и просто стали подходить все коллеги и… Я это вполне могу. Юра, на самом деле, выдающийся художник. Да-да-да. Ну, просто мы… Это в первых, наверное, в первых. Нет, если здесь это понимают единицы, то там это может стоять более широкий. Да-да-да. О, ты перешёл на тонкий карандаш. А, он сломал. Ага. Карандаш подошёл. Я его просто не нашёл. Сейчас. У нас есть подарок тебе из музея. Ну что, давайте персерьезу, раз мы Париж взяли. Я не знаю словом, а ты знаешь. Это вот каталог той огромной ярмарки, на которой выставки мы ездили, да. Которая самая-самая классная вообще. И вот этот список наших художников. Вот ты. Юра Зелёный. Знаешь, как французы говорят Юра Зелёный? Юра Зелёный. Они не могут открытый слог оставить и у них так… Юра Зелёный. Юра Зелёный. Юра Зелёный. Юра Зелёный. Юра Зелёный. Юра Зелёный. А он уже давно везде заявлен. В общем, вот тебе каталог на память 2019 года. Мы их как-то спросили, насколько у вас вообще полная коллекция. Они говорят, у нас так много работ, то есть у нас уже даже негде их хранить по сути. И к нам так много авторов обращаются, так многие хотят нам в коллекцию что-то передать. Нам даже, к сожалению, приходится очень многим отказывать. А мы в итоге так подружились, поговорили, они так были вообще в восторге от наших художников, что мы с твоего позволения передали две твои работы в Дар-музею и они были в полном восторге. Вот это Софи Бурбане, она дочь вот этих супружеской пары, которая открыла этот музей. А это Марекон из Польши. Они все вот этим музеем занимаются. Это две твои работы, которые вы передали в Дар-музею. Они в полном восторге. Они разместят всю информацию у себя про тебя. И в общем, ты теперь в одной из самых-самых классных коллекций вообще по всему миру. Ну и помимо этого сейчас твоя работа участвует на выставке в Триенале. А, ну, сербская. Ты помнишь в Триенале? Еще летом мы отправляли работы. Вот сейчас она как раз будет заканчиваться в ноябре. А еще в ноябре, если помнишь, в Москве Музей наивного искусства огромная выставка знаковых художников. И ты среди них. А там всего 25 художников со всей России. 25-28. Причем за весь период. Я тебе быстренько покажу, что было на ярмарке. Ну, то, что касается твоих работ. Хотя я говорю, что мы сделаем видео и потом, чтобы было вообще понятно. У нас был небольшой совсем стенд. Ну, потому что это дорого стоит. Но всех очень засасывало вообще это пространство. То есть, видишь, буквально полтора на полтора метра. Вот, вот люди заходили и просто рассиживались на пол. И рассматривали твои работы вот так вот бесконечно. Просто перекладывали, смотрели и влюблялись. Вот это профессионалы приходят метким глазом. Все это примечают, сразу смотрят. Вот, видишь, взрослые, серьезные мужчины разложили картины и смотрят. А это немножко залив августовского поездка наша. Помнишь, арбузы, залив, девчонки. Вот это мы все. Все как ты любишь. Все дружной компанией, да. Вот это наш маленький пикник. Арбузы прям тебе. Просто теперь распечатали желтые арбузы. Летом-то только виделись. Только один или два раз с тобой? Один, да? Один, да. Вот. Может, у нас похватились, что ура в русском? Да, да, да. Мы делаем на заливе не были. Да, да, да. Так, там все отваливается. Окончательники, да? Ну, слышишь, как оно? Ну, это выглядит домой. Я не знаю. Может, какой-то индивидуальный агрегат. Какого-нибудь сумасшедшего инженера найти. У тебя не знакома? Загорится идея. Инженеров? Нет? Будем сейчас тогда искать. У тебя сын вроде инженера может быть. Да, тоже. Пока мы решаем этот вопрос. В том году на Юрию неделю за рождение устроили флешмоб, когда как раз собирали деньги на эту коляску. Да, да. Который уже скрипит, разваливается. Вот. Ребята очень сильно помогли. Все, мало того что помогли деньгами, так они еще помимо этого на Юрий день рождения записали все приветы из разных-разных стран. Из Америки, Берлина, ну, то есть из городов Америки, из Германии, Португалии, да-да-да, разные-разные. И все они слали Юрию пожелания. А у Юры в палате, которую мы не видели, к сожалению. У него там целый свой угол, у него там большой телевизор. Да, это гигантский телевизор. Мы приехали на день рождения, вставили эту флешку. Вот. И Юра смотришь. Мы там все оплакались. Мы тебе... А мы не сделали фотографию Эйфелеву башню, да? Надо было сделать. Может быть, ты нарисуешь Эйфелеву башню. Допустим. Вот. Вот. Мы еще из Русского музея себе не привезли. Так, я пока туда положу, да? Или тебе куда? В сумку ее положить? Как лучше? Можно. Можно к сумке прицепить, если хочешь. Липи. Вот я потом выехал, объяснял, потому что Юра ответил, что я часто бываю в черных рубахах. Вот это все Юра. Юра, давай я тебе обложу автопортретами, да, ее все-таки. Такие, так, так, вот. Разные... 14 февраля на самом деле Юра родился. День всех влюбленных. И мы каждые 14 февраля, вот уже на протяжении сколько? 2? 3? 2 лет, да. Мы ездим куда-нибудь и празднуем, да? А в этом году у нас был первый салют. Ага. В честь. В твою честь, да? Вот. Так, что вот так? Что? Так. А, еще раз хочешь? Хочешь с Авророй абсолютно. Юра часто смотрит телевизор, да, и многие сюжеты по телевизору, да, герои главные. Вот. Вот это он нарисовал Владимир Путин с своей собакой, то есть когда у него репортаж был популярный. Да, да. Раньше, когда в Смольном был, да, там постоянно рядом с храмом был, ну со Смольным. Вот. Так. Вот. Есть всякие разные интересные. А, ну вот тоже Иисус. Для некоторых людей Юра стал очень близок своими работами, своей улыбкой. Вот. Походу. Да, да, да. И мы со своим унылым. Да, да, да. То есть там, к примеру, одна девушка, она сказала, что для нее Юра является мотиватором. Мотиватором. Там получилось так, что девушка сказала о том, что вот у нее иногда бывает плохое настроение, но она вспоминает о том, как Юра относится к жизни и как он, ну, как он ее любит. Как ты ее любишь, да, Юра? Вот. И она понимает, что для нее не все так тяжело. И она вообще не так тяжело. Да, 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 да. Вот. Мы думали, это Ксюша Собчак, но Ксюша Собчак, она немножко другая, она там смешная. Еще у тебя очень классный Ельцин, да? Такой прям маститый. Вот. Ну, на самом деле, вот, очень классно Юра выхватывает внешность и какую-то там, не знаю, ну, наверное, ощущение этого человека. Классно придумывает. Классно придумывает. «Я могу отдать меня». Я могу отдать эту. Я могу отдать эту... Продолжение следует...